Екатерина Измайлович, эсерка, участница революционного движения в Российской империи. Екатерина Адольфовна Измайловича родилась в 1881 году в Санкт-Петербурге. В семье Адольфа Викентьевича Измайловича, 1845 года рождения, генерал-лейтенант русской армии. По происхождению была дворянкой, и ее сестрой была Александра Измайлович, также эсерка и участница революционного движения. Как и многие молодые девушки знатного происхождения, вслед за своей старшей сестрой, Екатерина связалась с революционным движением и вступила в партию социалистов-революционеров. В 1906 году по постановлению боевой организации эсеров осуществила покушение на главного командира Черноморского флота адмирала Чухнина. 27 января она явилась во дворец Чухнина на прием под битом просительницы и выстрелила в него несколько раз из револьвера. Адмирал был ранен в плечо и в живот, но остался жив. Сама Измайлович была убита во время покушения. 27 января в городе Севастополе к вице-адмиралу Чухнину явилась молодая женщина, назвавшаяся дочерью адмирала Чалеева. Будучи принятым и воспользовавшись тем, что присутствовавший адъютант отошел в сторону, просительница вынула из кармана пистолет браунинга и произвела к вице-адмиралу Чухнина четыре выстрела, причинившие ему тяжелые поранения. Стрелявшая женщина была убита часовым. Иначе история изложена в воспоминаниях Дубинина, ординарца адмирала Чухнина, в изложении Михаила Ромаси. Говорит, хочу убедить адмирала. Доложили, принял без задержки. Только эдак через минут-две вдруг бах-бах-бах, как мы всегда неотлучно были при адмирале. Вот первый я и вбежал. Стоит эта самая барышня одна, плюгавенькая, дохленькая и вся белая-белая, как снег. Стоит спокойно, не шевельнется, а революционер на полу, около ее ног валяется. Это я стреляла в Чухнина, говорит твердо, за расстрел Очакова. Смотрим, адмирала тут нет. Только из другой комнаты выбежала жена его, кричит, как бы в безумии. Берите ее мерзавку! Скорее берите! Я, конечно, позвал своего постоянного подручного. И что бы вы думали? Смотрим, а наш адмирал-то вылезает из-под дивана. Тут он уже вместе с женой закричал, берите скорее, берите ее. Но вот мы ее сволокли в отбор и там прикончили быстро. И что вы думаете? Вот уже много лет мы около него отнеотлучны. Ходили в поход, часто генерал подвергался большой опасности быть убитым. Стоял, могу сказать, на вершок от смерти, ближе, чем вчера, и ничего. А тут какая-то прыгавка, совсем из себя не видная.